Баловать односельчан хлебом и булками Гаджимагомед начал 25 лет назад. Работая на других, понял, что к своему делу душа лежит больше. Вот и решил рискнуть, да и запустить свою пекарню. Накопил средства, купил первую печь, вернулся в свое родное село, выкупил пустующее здание и начал производство. Поехал в Москву, купил оттуда полный комплект пекарни в 1995 году. И с того дня в свою пекарню. Сперва у меня пекарня было в Муциколе, я там работал. Потом, там тоже много стало человек. Потом приехал сюда, в Шамриколу. Здесь еще не было? Здесь еще не было. Было здесь, но частный мини, вообще там, не мешал, не мешал, не мешал вот так. Купил 4-коммуникацию в первом этаже и нашел там. Небольшая пекарня кормит все село и даже туристов, которых тут с каждым разом все больше и больше. Добротная буханка стоит 18 рублей. Самый дорогой хлеб – полосатик. Его цена 27 рублей. Сельчане, чтобы не пропустить свежую партию ароматной выпечки, всегда на чеку. Знают расписание и появление горячего хлеба. Приходят забирать его прямо из печи. Тесто замешивает специальная машина. Справиться с такими объемами одному человеку вряд ли по силу. Но дальше вся работа выполняется вручную. Кстати, чудо – машинку для замеса приобрел Гаджимагамед на субсидии от Министерства экономики. Вот эту тесто-мешоку я купил в те день, которые они мне выделили. Плюс сам добавил. Работа совсем другая и качество другая. От 300 грамм до 35-40 килограмм она делает тесто. Сейчас здесь выпекают 25 видов мучных изделий. Директор мини-предприятия делится, что теперь в его планах расширение производства. И большая надежда здесь на государственную поддержку. Ведь, по словам пекаря, со стажем для закупки оборудования нужны миллионы. Самому такие инвестиции не потянуть. Весь заработок, по словам Гаджимагамеда, уходит на поддержание и развитие бизнеса. Благодаря прошлом году Министерства экономики, хотя бы немножко поддержку получил, и то спасибо. Но если бы вот такие же поддержки побольше были бы нам, предпринимателям, это очень хорошо было бы. Хочется сделать, да, оборудование поставить по-современному, как говорится, евро. Мы тоже хотим, как евро, но на это все не хватает средств. Чтобы то, что мы хотим делать, надо средств. Нуждаемся в поддержке от государства. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Цикольский район.